Слава Господу! Мы в эфире. В программе «Что сделал бы Иисус вместо тебя?» Добро пожаловать в нашу студию. И в нашем студии сегодня прекрасные гости. У нас будет прекрасная передача. Я хочу представить наших гостей. Первый – это пастор из Одессы Вадим Сидуренков. Приветствую, Вадим, тебя. И наш любимый певец, конечно, очень любимый в бывшем Советском Союзе. Это Дима с сложной фамилией у него. Шлетгавер. Дима Шлетгавер. Мы очень любим Диму и Вадиму. Я скажу сразу, что они прекрасные люди, у них прекрасный талант. У Вадима, пока будучи пастором, он тоже очень хороший артист, такой профессиональный артист. И представляет как театр, да, христианский театр, творчество. Ну, а Дима просто с ног до головы всегда – это творчество. Это творческая личность, творческий человек, который благословляет просто молодежь. Я хочу приветствовать вас. Здравствуйте, Борис. Добро пожаловать в нашу студию. И сегодня я хотел бы с вами поговорить насчет христианское творчество. Есть такое понятие – христианское творчество? Конечно, есть. Да, я думаю, что так можно. Почему я говорю? Один человек, который, ну, может, я очень консервативный, он такой, говорит, это вы сами придумали это название творческое христианство или что такое. Говорит, христиан нет в этом, но сам Бог ведь творческий. Да, я полностью не согласен с этим человеком, потому что, если рассуждать об этой теме, то можно смело говорить о том, что любое направление, любой жанр или направление в искусстве свои корни он имеет в церкви, и это духовные корни. Театр – это либо музыка, истоки классической музыки, они лежат в церкви, и истоки театра, корни театра, они находятся в церкви. Ну, давайте сперва насчет музыки, потом перейдем к тебе, насчет театра. Дима, я хотел бы задать такой вопрос. Вот ты часто бываешь в концертах, бываешь в церквях, мало с молодежью. Вот что ты чувствуешь, молодежь, какие свидетельства имеют, вот, допустим, после концертов или что такое? Я чувствую, что после концерта, после хорошего концерта у людей очень мягкие сердца. Они открыты, они расположены к тому, что им вливают, что им говорят, поют со сцены. Дело в том, что тут надо сразу сказать, что…